Давайте возьмем такого самого неожиданного персонажа, как Каина и Авеля. И мы увидим, что там есть точно такая же ситуация. Когда обычно читаем историю Каина и Авеля, ну какой мы из нее извлекаем урок? Вот нехороший Каин убил брата. Ну и дальше что? И что с этим делать? Нехорошо убивать брата? Ну нехорошо. Да, конечно. Нехорошо ни в коем случае. Ну и дальше-то что? Понимаете, да? Если у нас нет живого персонажа, то у нас нет понимания. Поэтому я могу опять сказать историю Иосифа, кому хотите, можно сейчас ее забрать. Но Каина ее забрать легче, просто потому что она короткая. У каждого из них история очень длинная. Давайте так. Сначала я разберу Каин и Авеля, а потом скажем Иосифа и его братья. Чтобы было два примера. Хорошо. Давайте начнем с Каина. Что нам, собственно, эта история рассказывает? Да, еще очень важное здесь надо сделать замечание. Очень важное. Вообще все первые главы книги Бытия ни в коем случае не надо понимать буквально. И поэтому история про Каина и Авеля, разумеется, не надо вообще все начало книги Бытия воспринимать буквально. Поэтому я, разумеется, ни в коем случае не считаю буквально, что вот был такой физический человек Адам и был такой физический человек Карин Авель. Это модель, это общий тип, это назидание нам по устройству жизни, устройству социума, а не учебник физиологии. Поэтому я воспринимаю Карин Авеля как рассказ книги Бытия, который учит нас сути дела. Не физики, не биологии, не космологии, не того, в каком году родился Карин и в каком году умир Авель. Понятно? То есть я полностью воспринимаю эти вещи как вообще до потопа, вообще большая проблема воспринимать буквально. Кстати, сам потоп тоже большая проблема воспринимать буквально. Но совершенно не нужно знать буквально, и Тара даже не хочет воспринимать буквально. Маймонид об этом сказал однажды, это Маймонид жил в 12 веке. Он сказал, что агадические вещи, агаду, тот, кто в нее не верит, тот ерекик. Кто воспринимает его буквально, тот дурак. Понимаете? Вот. Это 12 век, это было довольно давно, да? Да. То есть верю ли я, что были Карин Авеля? Конечно, разумеется. Воспринимаю ли я их буквально? Конечно, нет. Является ли это фактом? Конечно, это является фактом. Является ли это физическим фактом? Конечно, нет. Понимаете, да? Факт не обязательно физический факт, это сущность жизни. Именно поэтому это важно для нас, потому что это сущность, которая для нас, а не когда-то кто-то где-то как-то был. Теперь. Окей. Теперь мы давайте перейдем к истории Каина и Авеля. Как нам показана история Каина и Авеля? Начнем с того, что первым иоделся, как вы все помните, Каин. И когда Каин родился, то Ева, Хава, говорит очень важную фразу, что я приобрела человека с Господом. То есть, она, эта фраза может быть разной, разные детали понимания фразы, но ясно, что она тут же поднимается на некоторый очень высокий уровень, приближаясь к Богу, от того, что у нее родился сын. Рождение Каина – это огромный духовный рывок и продвижение для Евы. Понятно? Она говорит, я приобрел человека с Господом, там есть разные понимания, что я стала ближе к Господу, я стала там даже полноценным человеком. Это и само ее имя Хава, значит, иожающее, дающее жизнь. Но это там разные понимания, но то, что она резко приближается ко Всевышнему, даже резко поднимается, здесь как бы очевидно. Почему она поднимается? Потому что рождение ребенка превращает ее в родителей. Статус. Они становятся родителями. Это совсем другой уровень. Потому что сначала человек получает, а когда он родитель, он дает. Это совсем другой статус. Это ближе к Богу. Богу свойственно давать. Богу свойственно помогать. Богу свойственно рождать новое. Как Бог родил Адама и Еву, создал, так Адам и Ева родили Каина. Даже эта фраза написана не про Каина, а дальше Пиашета, что Бог создал Адама по образу и подобию, а потом Адам родил по своему образу и подобию. То есть рождение ребенка понимается книгой бытия, как огромный духовный рост, огромный духовный скачок человека. Он теперь стал совсем-совсем другим. И поэтому, когда Каина рождается, то Адам и Ева резко поднимаются. И их семья теперь, в этой семье главный Каин. Потому что Каин это и есть тот, кто это создал. Благодаря Каину это произошло. Поэтому имя Каин, если вы помните, происходит от слова приобретать, становиться. Я приобрела человека с Господом, это из Канихи, от этого имя Каин. То есть имя его выражает, само его имя Каин. Это имя очень положительное. Это имя духовного роста, приобретения, статуса ближе к Богу. И он себя чувствует главным. Ведь это благодаря ему все это произошло. Благодаря ему Адам и Ева стали родителями. Он центр семьи. Он сын. А потом рождается Авель. И тут все меняется. Теперь получается, что главный это не он. И это чудовищная трагедия всегда первого ребенка, когда рождается второй. Это просто классика психологическая. Все знают прекрасно, что когда в семье появляется второй ребенок, это ужасная трагедия для первого. Родители ему говорят, ну знаешь, мы тебя очень любим, а скоро у нас будет еще один ребенок. Все представьте себе, муж приходит в ней, говорит, я тебя ужасно люблю, и скоро у нас будет еще одна жена. Понятно. Вот для ребенка это выглядит так же. Это нам все смешно, да? Мы знаем прекрасно, детей же бывает много, а вот муж, жена бывает одна, как бы в норме. Поэтому нам смешно, это анекдот, а для ребенка это то же самое. Когда он один ребенок в семье, он так воспринимает мир. Есть он главный, есть мама и папа. А тут, оказывается, главный не он. И поэтому Каин это прежде всего трагедия. Это трагедия человека, который был главным, который обеспечивал продвижение, и вдруг его ни за что сместили с этой позиции. И поэтому Каин называется сын, а Авель называется брат. Сначала сказано, родила сына Каина, а потом сказано, не сказано, родила сына, родила брата его, называется Авель. То есть, статус Каина это сын, статус Авеля это брат. И это разный статус. Разный потому, что когда сын, это он главный, есть родители. А когда брат, то есть один сын, и есть другой сын. И есть отношения между этими сыновьями. Этого совершенно не предусматривалось, когда был один сын, когда есть главный сын, когда есть первый сын. Поэтому второй сын, это ужасно, это иадидия. Его сдвинули с его позиции. Он теперь стал братом, а вовсе не главным сыном. У меня теперь вокруг него. И это его ужасно трогает. Теперь, как называется Авель? То есть, точнее, какое значение имеет слово Авель? Слово Каин, мы знаем, это слово приобрести, приобретение. Приобретение это что-то твердое, что-то надежное, это что-то сильное. Вот он стал теперь таким-то, и в общем, вот он не сдвинешься. А казалось бы, это родители, они стали родителями, родители прибыли даже. Но Каин тоже, качество Каина – это приобретение. А качество Авеля – Гевель. Слово Гевель означает пар, а также нечто горячее, а также нечто эфемерное. Например, выражение «Суета, сует, сказал Кагелет, все, суета» – это и есть слово Гевель. Гевель – Гевелим. То есть, «чета, чет». И это именно имя Гевель. То есть, имя Авель – это имя пар, четность по сравнению с отличным именем Каина. Теперь, почему же он называется таким странным именем? Потому что пар – это не только просто пар, не только черный. Там пар, потому что он и осеивается, как бы так на морозе. Но потому что пар – это нечто горячее. То есть, Авель – это, правильно если перевод, это горячий воздух. С одной стороны, он горячий, а с другой стороны, он эфемерный. И это имя Авеля. Почему у него такое странное имя? Потому что, если Каин рождается, чтобы дать статус родителям, и в этом его функция, то Авель рождается, чтобы исправлять Каина. Авель – это учитель Каина. Это тот, кто должен на него повлиять. Горячим воздухом, меняя его. Горячее оно еще и трансформирует. И это функция Авеля. Поэтому во всей истории их взаимоотношений Авель все время выступает как учитель, и даже не учитель, а ментор. То есть, тот, кто несколько высокомерно дает указания, объясняя, где Каин не прав. И так устроены все их взаимоотношения. Потому что, с чего начинается? Каин стал обрабатывать землю. Обработка земли – это хорошее дело или плохое? Хорошее, конечно. Это дело легкое или это трудное? Тяжелое. А чем стал Авель? А он стал пасти овец. Чем отличается? Конечно, можно сказать, вот оно, исконное столкновение земледельцев и скотоводов. Да? Оно есть, между прочим. Да, это не шутка. А где мы еще, кстати, находим столкновение земледельцев и скотоводов в библейском тексте? В книге Бытия. Где в книге Бытия резкое столкновение земледельцев и скотоводов? Нет, нет, нет. Там нет земледельцев и скотоводов. Где столкновение земледельцев и скотоводов? Причем просто, вот не просто столкновение, а просто не выносят они друг друга. египте конечно египтяне не едят силы и вину там приводится с евреями правильный в рим это не совсем евреи еще тот же слово грамматически но это не другой термин то время то есть мицерим египтяне не едят и в рим потому что мерзость для египтянина всякий пастуховец не помните этой истории это когда иосиф приглашает братьев то они сидят отдельно почему то что ни один египтянин у себя уважающий не станет севрим сидеть за одним столом то что написано прямо мерзость для египтянина всякий пастуховец чем мы нужно перед должен выпасили иосифа вот чем занимаются египтяне они обрабатывают землю они выращивают хлеб египет житница мира когда голод куда все идут египет и при иосифе при аврааме при цхате куда идти египет еще в римское время египет кормил всю имскую империю потому что ним разлива нила это есть самая-самая-самая плодородная вещь теперь кто и поэтому египтяне как земледельцы не выносят скотоводов теперь кстати если вы знаете эти книжи есть такой странный запрет который называется шатнес по-русски наверно это переводится как бы смешанная ткань сказано что лен и шерсть нельзя прясть вместе и знаете наиврите шатнес я не знаю как это называется в переводе вот почему откуда такая вещь что лен это египтяне а шатнес это и в рим то есть это земледельцы и скотоводы это 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 противоставление всю историю человечества это конфликт огромный поэтому то что каин и авель разделились сразу по этому параметру это в общем и есть модель как развивалась человечество с другой стороны окей теперь и так обработка земли и земледелие скотоводчества что из этих форм работы тяжелее очевидно земледелие тяжелее гораздо тяжелее скотовод в общем то должен только следить чтобы овцы там не разбежались грубо говоря а земли и он имеет массу свободного времени и в общем ходит и думает о своем и смотрит на небо и смотрит на мир вокруг играет на дудочке земледелец занимается тем что на землю пашет это тяжелейшая работа теперь а какой из этих способов производства приносит больше продукты земледелец разумеется в сто раз больше продуктов никакого даже сравнения нет как много приносит земледелие по сравнению со скотоводством она труднее так зато она и производит все цивилизации были построены земледелие египетская и вавилонская цивилизация были все построены не скотоводы были все построены земледельцами то есть построить цивилизацию это земледелие тяжелая работа быть свободным художником это скотоводство смотришь на небо играешь на дудочки думаешь о природе и поэтому авель он себе выбирает работу скотовода он не хочет взять такую тяжелую ножку которая берет каин то есть с самого начала каин берет прям бревну а ведь там еще немножко это бревно там сбоку немножко держит за уголочек и вот это вот каин который все это тащит на себе сказано и было концу дней меке цаямин и каин принес жертву богу теперь это действие а до хорошие или плохое это достижение или это ошибки достижение разумеется правда конечно теперь а что делает али а авель принес из лучших своих овец теперь и тут же конечно нам понятно что каин принес не из лучших правила сказал принес из лучших о пока ничего не сказано просто принес коли а не принес хорошую же правильную же а каин он принес жертву какую смог не особо хорошим не особо правильную когда сказано что и было концу дней очень такое кесное выражение и было концу дней nine же эту фразу начало человеческой истории то объяснение обычно такое со слова керца ямин конец дней это какой-то серьезный поворот в ходе истории или в ходе развития то есть конец эпохи как мы бы сегодня сказали так вот концу эпохи каин принес жертву господу что концу эпохи медляж говорит так что когда он наконец смог себя обеспечивать вот он и работал теперь он знает что он себя может обеспечивать что он построил свою жизнь что он все организовал ну и теперь можно и жертву богу принести то есть каин принес жертву богу как бы в конце процесса первое что мы делаем обеспечиваем себя дом еду жизнь обеспечили но теперь осталось можно и богу то есть в некотором смысле каин относится к богу как дополнительные вещи именно поэтому после этого заповедь тары состоит том что богу нужно приносить в храм первые плоды урожая именно первые не в количестве дело а в том же когда ведь первые плоды ты их отмечаешь и именно первые приносишь не остатки не в хвосте остатки в хвосте раздают бедным вот и собрал свой урожай маслины остались на дереве ты их не собирай пусть пойдут бедные соберут ты сжал свое поле остался кусочек с края неудобные вообще там сжинать ну и оставь его и пусть бедные будут собрался виноград какие-то остались отдельные грозди ну оставь это все для бедных не не пытайся собрать там сто процентов оставим другим но остаются хвосты то есть и себе собрал ты себя обеспечил ну хорошо пусть там колоски подбирают бедные и это извинно мы знаем нам из книги руд например книги рувь что происходит же не идут жнецы и они собирают вот основную колпы а мышлен так сказать урожай остаются колоски их подбирают бедные потому что вообще-то подбирать колоски экономически не очень выгодно жнецы они вообще не этим заняты они должны успеть поле сжать а бедные у них времени полно у них не у них они меняют время и то есть практически происходит правильное разделение труда те люди у которых нет денег зато у них есть время они работают на неэффективной работе но общественно важный общественно позитивный они добирают колоски себя обеспечивают прекрасно поэтому зная что такие люди пройдут как бы вторым рядом первый ряд который собирает так как профессиональный промышленном не обращает внимание на то что что-то упадет упадет подберут те у кого больше времени это разумная способ обеспечения бедных бедные работают на низкооплачиваемой работе зато они себя могут обеспечить что может быть лучше поэтому но отношение каина к богу она похожа на отношение к бедным то есть я себе основное собрал я себя обеспечил концу дни я тебе тоже что-то дам а нужно давать не концу дней а в начале не что-то оставшиеся колости неудобные для сбора а лучшее и это более правильная жертва приношения поэтому же это приношение каина она хорошая она позитивная но она недостаточно продвинутая то есть каин он в принципе хороший человек он в принципе хочет сделать добро но он пока еще находится на некой стадии развития он пока еще только приносит жертву но не очень правильную уже хорошо что жертву принуду же хорошо что об этом подумал это все равно что человек придет например он бы начнет там изучать священное писание но сначала с ошибками он начнет молиться но сначала будет делать неправильно ну хорошо все нормально прекрасно хорошо что вообще пришел замечательно поможем продвинем теперь это нормальный подход то есть каин он позитивный здесь персонаж приходит айвел и говорит ему а вот знаешь не очень хорошо ты жертву просто не так надо вот так то есть сам то айвел не пошел первый приносить первый принес каин но когда каин пришел тут айвел значит который занимается тем что он ходит на дудочке играет он ему сделал небольшой выговор пояснил чем ты не прав то есть это вообще такая айвел выполняет свою функцию он же должен воспитывать камин он и воспитывает тут не совсем тем методом каким надо теперь и дальше всевышний вдруг обращается к дару апель а не к дару каина почему потому что всевышний хочет показать каину что в общем-то тот дар правильнее не то не неправильно то учись на этом это правильный про учись вот вот так вот он правильный вот этот ученик он получил лучшую оценку и тут каин начинает выпадать в осадок что такое как так по не упало лицо его прям то есть по слову выпал в осадок наиболее хорошо прям по-русски передает что упало его лицо да вот а что двое всевышний он говорит а что такое почему у тебя здесь вообще такое это самое нервный срыв все нормально учись все хорошо будешь учиться будешь продвигаться все в твоих руках то есть всевышний считает что каин способен сделать больше что каин способен на продвижение он дает ему очень резкий урок а если он дает ему такой резкий урок начало возможностях у нас и вышнего объясняет все при тебе вот есть грех он лежит у входа но у тебя есть силы с ним властвовать то есть лишь не просто ему все объясняет да я тебе дал серьезный урок это шок зато ты на это способен я ставлю тебе задачу которая в твоих силах вот это то есть теперь как видите всевышний занимается воспитанием авеля всевышний занимается воспитанием каина шикает он гораздо более многообещающий ученик он то настоящий фундамент а не авель в итоге кстати от авеля ничего не осталось от каина осталось то что когда мой у но и есть жена то считает и одица что его жена ноя происходит и семья карина то есть каин остался в человечестве хотя основном это шет 3 если на даму но вот авеля не осталось вообще поэтому не случайно что каина каина ставка как бы на то что он сможет продвинуться теперь как реагирует каин на слава бога то есть у него шок бог ему объяснил он ему объяснил создаче тяжелое что ему предстоит продвигаться как каин реагирует не совсем нет совсем совсем не надо потом а здесь не так к нет 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 все неверно и здесь есть очень очень странный стих не нравится так и говорил каин брату своему авелю и было когда они были в поле в толка и навели его убил . и в этом стихе в ивыицком тексте стоит абзац внутри предложения обычно есть предложение это стихи есть абзацы то есть когда несколько стихов это кусок то кусок текста а есть очень мало мест но вот в этом стихе такое когда абзац стоит внутри предложения то есть правильно перевести это так и говорил каин брату своему многоточие абзац и было когда они были в поле каин встал и убил теперь вопрос что каин говорил авелю что он сказал главное что мы здесь должны понять то есть тогда нам не сообщает что он сказал правда секунду тара не говорит нам что говорим казал каин но тара нам говорит что каин говорил со своим братом а авель что отвечает а ничего то есть абель отказывается разговаривать где увидеть что слушает нет ничего такого нету и говорил каин своему брату авелю многоточие абзац и было когда они были поле то есть авель не разговаривают игнорируют теперь когда сказано что каин говорил со своим братом авелем и не сказано что он ему сказал то значит главное сам факт разговора что каин хочет поговорить и более того что он называет авеля братом а ведь назвать авеля братом для каина очень сложно просто он сын это с точки зрения авеля он брат а ведь себя сразу воспринимает братом а каин себя братом не воспринимает это шок для него был исходный все для него очень трудно то есть то есть старший сын тянет лямку пашет землю устраивает жизнь старается как может приносит жертвы но может где-то сделает не самым лучшим образом а младший сын его все время получает и отказывается с ним вообще разговаривать издевается конечно то есть они ведет себя высокомерно он не разговаривает sky нам он дает примеры правильного поведения вот и не ту же эту принес а я правил вот смотри значит учись то что каина разговаривает савелем это показатель того что каин воспринял то что бог ему сказал что бог сказал чего-то пчете падает лицо иди учись хорошо пойду учиться обращается к авелю а учитель сбежал не хочет разговаривать с ним то есть али отказывается выполнять свою функцию ну тогда каин его убивать давайте да что что а что здесь а что здесь а что это вот это и есть динамика персонажей это вместо лубочной картинки ах как нехорошо они же братья как же он мог его убить из чего ничего не понимаем свойства для нас а вот в этой истории теперь все становится совсем другим и даже не случайно все так написано но это надо видеть это нужно объяснять давайте да вы для этого собственно я пишу эту книжку на комеда этого комментарии написан что все это пояснить как бы я бы сам это тоже не понял если бы я это не изучил и мне бы это не это не объяснили хотят не играйте не я придумал я это воспринял давайте тогда мы совсем 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 по другому воспринимаем это не значит что каин хороший не знать что он поступил правильно конечно поступил плохо очень конечно потом у бог спрашивает я велю он отказывает а они так даже не отказывается он говорит иначе он будет разве сторож я брату моему что эта фраза означает а когда ты все будет где равен твой брат у это чего я сторож брату что это значит эта фраза почему ведь такую странную фразу что не сторож я брату лучше брата отказался братский поступать он-то ему предложил поговорить и поучиться как брат а авель отказался когда я не могу стоять братство один я не могу быть сторожем брату есть он сам не хочет вот чем смысл его фразы разли сторож я брату моему то есть эта фраза вообще неправильно понимается совсем неправильно если не такое объяснение а а иначе что же каин хочет что бога обмануть но вообще детский сад понятно это да это же люди которые разговаривают со всевышним напрямую и что каин говорит да я вообще не знаю куда он вообще подевался да смешно это это не тот уровень уровень разговора который здесь есть вот эту фраза разве сторож я брату эта фраза вообще выпадает из понимания если не вот это вот та история которую я рассказал это с вот это вот вот это и есть совсем совсем другой уровень понимания теперь кстати как каин исправляет ситуацию что бог делает для исправления ситуации ухажет каин виноваты ругает кровь братова и попьет из земли теперь и что же он делает как как происходит исправление ну а почему исправление такое почему где вы видите проклятие скажите мне пожалуйста где вы там видели проклятие где что да но это это окей ну в этом смысле но не проклят он не не каин вот знак который каину поставили зачем мы поставили знак чтобы его кто-то другой не убил это не знак что он плохой это знак что его нужно защищать понимаете да теперь но в чем же то есть проклятие может идти от даже он не проклят а мне так сказать ситуация а теперь этого и вот эта ситуация создает проклятие как исправляется ситуация чтобы этого не было проклятие что делает всевышний что что земля не будет давать силы и дальше что окей это означает почему такое исправление то есть там как бы как бы просто земля но почему в чем состоит суть исправления где вы делаете нам покаяние в чем состоит суть исправления каина суть состоит в том что он должен сам стать аверином понимаете да к чем был каин каин сидел на земле кем был алиэль он скитался прядь это теперь почему эта проблема потому что для человека который сидит на земле для него настоящий человек это кто сидит на земле тот кто скитается он не совсем настоящий прядь это для человека который земледелец его сознание настолько привязанных земле своей вот этой которую он обрабатывает который он живет там земля мать и 1 до для него что тот кто не имеет земли кто скитается он в общем не настоящий человек понятно тогда он не имеет так сказать прописки твердый он непрочный чем у какой такой перекати поле непонятно что и поэтому в принципе каин так относился к камеру самого начала ты там несерьезный человек серьезные люди земле привязаны и тут его бог говорит ты считал что это несерьезный ты убил своего потенциального кто мог тебя научить окей он не хорошо учил неправильно вот его убил сам становись таким теперь то есть посмотри на собственном опыте что такое не иметь земли то есть каин должен был стать в некотором смысле совместить себе учителя как бы сам стать для себя авелем понятно это да эта вещь в этом состоит исправление проклясть это все это все не в этом дело что вообще проклятие проклятие это не то что ты плохой попадешь в ад или что-то такое ничего там даже близко такого нет проклятие в том здесь что земля тебе не даст урожая в этом проклятие заключается и поэтому ты должен скитаться и теперь ты поймешь на своем опыте что это такое и как так живется что же говорит каин когда его отправляют в изгнаниях он говорит это невозможно вынести каждый кто меня встретит убьет а почему каждый кто встретит убьет нужен человек ненастоящий теперь он потерял прописку все он не потерял статус теперь он вообще не ненесение неполный гражданин как мира перед каждой кто встретит его убьет того что он не настоящий то есть как он относился раньше к авелю так теперь он опасается чтобы относиться к нему понимаете да для этого бог стоит его печать чтобы его не убил никто он его защищает этой так якобы каиновой печатью да и такое выражение самом деле некое некое не проклятие это он его защищает то что он должен сам исправиться теперь что же каин делает дальше но там он дальше он идет и что же он делает для своего исправления он строит город помните да что каин стоит город какой город чем где у каин убил агеля поле а что он делает для исправления город теперь поле это природность город это цивилизация животные городу не стоит город это сугубо человеческое действие город противопостоит противостоит природе город это и есть цивилизация цивилизация которая противостоит природному чтобы исправить то убийство то насилие которое произошло в природе нужно цивилизация вот в наше время после руссо то есть пространился ужасно глубоко неправильный подход идеализации природности вот на природе города такая фигня какая то вот год природа это красиво да но на самом деле конечно все мы вся наша цивилизация вся наша жизнь вся наша культура это наследие города а не поле настоящее отношение духовность и моральность она возникает цивилизация она не возникает в природе в природе никакой морали нет в природе действует закон джунглей что кой закон джунглей кто сильнее тот и прав можешь его съесть съедай и ты прав потому что ты можешь его съесть да а этот самый ягненок виноват тем что ему хочется богу хочется кушать нет никакой другой причины и поэтому волосы нормально отвечают виноват тем что хочется мне кушать так устроена природа блюдо не знает никаких моральных ограничений вся мораль появилась в городе они в природе цивилизации поэтому цивилизация это то где есть люди где есть отношения между людьми не природные от цивилизованные не дикие а именно продвинутые где есть морали где есть закон а не закон джунглей что вообще закон закона тот ограничивает право сильного то что если закона нет то есть право сильного когда нет никакого закона то есть они этот прав любой закон прежде всего ограничение против силы сильного и он появляется только в цивилизации когда есть город они когда есть поле поэтому что делает каин для исправления украин убил авеля исходя из природы в поле а чтобы это исправить нужно построить цивилизацию вот это каин исправляет осознает свою неправильность исправляет то что он сделал плохо не тем что он может или не может возить к воскресить амира конечно не может воскресить но зато он может сказать что дикость это неправильно поле это неправильно нужен город вот это есть динамика развития каина вот что такое библейская динамика на вот что такое развитие персонажей тары понятен пример так все окей пока последальше у вас время время довольно много почти прошло я я должен честно сказать я в таком темпе не успею появилась сказать не потому что мне жалко а потому что просто невозможно успеть она гораздо длиннее чем история каина это мы каина занимает ну наверное десяток стихов до 20 стихов в эти да причем вы обычно все приоскакиваем просто так именно потому что мы не научились видеть вот эту динамику персонажей как только мы ее видим каждая фраза каждое место каждая ситуация это следующий этап развития каждая история каждый момент это вопрос надо задать как нет как персонажи развивались но вот например с иосифа с чего начинается конфликт иосифа с братьями он видит во сне что снопы а что такое снопы земледелие а братья чем занимаются скотоводством понимаете да он он видит себя в экономическом миссии есть так можно выразиться первые в истории марксист только в качестве шутки то есть если всех накормить то будет хорошо ну я уделю естественно да это шутка тепла вот в данном случае если вы не подумайте право ракса но иосиф они все занимаются скотоводством потому что тот кто занимается земледелием он раб этого куска земли он умея вокруг не видит а иосиф говорит нет ребята так вы мель не исправите нужно земледелием заниматься они улет хочешь заниматься и дивидии и туда его и посылают то есть все здесь опять каждый стих вот так брать поэтому